РФЦНИЕВ С 25 по 30 июня Министерство обороны РФ проводит международный военно-технический форум «Армия-2019». Основные мероприятия форума традиционно пройдут в конгрессно-выставочном центре «Патриот» на аэродроме Кубинка. РФЦНИЕВ представит уникальную экспозицию к юбилею успешного испытания РДС-1. Подробности далее. 2019 год ознаменован рядом важных памятных дат в истории ядерного центра. Одна из них – это 70-летие со дня испытания первого отечественного ядерного заряда РДС-1. Именно этой дате посвящена экспозиция РФЦНИЕВ на международном форуме «Армия-2019». Основная цель выставки – это напомнить о этом выдающемся событии, которое случилось 70 лет назад, для, так сказать, подъема патриотического самосознания граждан нашей страны. Надо понимать, что атомный проект, создание атомной бомбы – это была тогда вершина науки и технологии того времени. Именно создание испытания РДС-1 ликвидировало американскую монополию и сделало новую войну невозможной. И РДС-1, который уезжает у нас на экспозицию, является гарантом мира, в котором мы живем уже 70 лет. На экспозиции представлены документы, фотоматериалы и кинохроника из архивов Музея ядерного оружия РФЦНИЕВ, посвященные истории атомного проекта. Посетители выставки смогут познакомиться с постановлением о создании конструкторского бюро номер 11 – тактико-техническим заданием на атомную бомбу. Но центром выставки станут три ключевых экспоната нашего музея. Шаровой заряд РДС-1. Он впервые покидает помещение Музея ядерного оружия и будет представлен для открытого экспонирования широкой публики. Также уедут еще два наших экспоната. Это корпус авиационной бомбы РДС-1 и пульт для подрыва. Эти два экспоната являются памятниками науки и техники первого ранга. Такой статус присваивает Политехнический музей города Москвы. Транспортирование уникальных экспонатов на выставку – дело весьма ответственное и непростое. Для каждого был предусмотрен свой спецавтомобиль КАМАЗ. Грузили подлинники строго по специальной документации, разработанной инженерами конструкторских бюро РФЦНИЕВ. В автомобилях установили специальные опоры для крепежа экспонатов. Для корпуса РДС-1 даже был изготовлен ложемент. Чтобы погрузить все составляющие РДС-1, потребовалось около 10 рабочих и несколько единиц техники. Сначала экспонаты выкатились с зала музея с помощью автомобиля для погрузки. Затем обмотались стропами, подняли краном и погрузили в КАМАЗы. Дальше и корпус, и заряд, и пульт закрепились стяжными ремнями и применили специальные приспособления для фиксации. Все экспонаты были застрахованы, и, конечно, ценный груз сопровождала охрана. Экспозиция, посвященная успешному испытанию ядерного заряда, состоит из пяти разделов. Начало атомного проекта, создание конструкторского бюро-11. РДС делала вся страна. Создание Семипалатинского полигона и испытание РДС-1. Награды Родины. Помимо экспонатов ядерного музея и стендовой экспозиции, РФЦНЕВ представит на форуме 10 скульптурных портретов главных создателей РДС-1. 10 бюстов, выдающихся ученых и организаторов советского атомного проекта, чей вклад в создание и испытание первой советской атомной бомбы является основополагающим. Успешное испытание первого отечественного ядерного заряда РДС-1 стало важнейшим событием в истории страны и мира. Наша страна брела надежный ядерный щит и обеспечила глобальную безопасность. Поэтому экспозиция к 70-летию РДС-1, представленная на форуме «Армия-2019», имеет большое значение. Это главное, можно сказать, событие 2019 года. Мы очень горды, что наша экспозиция будет представлена на данном престижном международном форуме. Форум «Армия-2019» пройдет с 25 по 30 июня. В родные стены музея ядерного оружия РФЦНЕВ экспонаты вернутся 4 июля. Четыре этапа, 25 команд и всего одна цель – победить. На стадионе «Авангард» прошли соревнования пожарных расчетов РФЦНЕВ. Сотрудникам подразделения ядерного центра предстояло ответить на теоретические вопросы и выполнить задания, с которыми обычный пожарный сталкивается в своей работе каждый день. Подробности далее. Соревнования пожарных расчетов проводятся в ядерном центре уже шестой раз подряд. В первых эстафетах принимали участие всего 10 команд. Сегодня их количество возросло более чем в два раза. В этом году побороться за звание лучших пришло 25 команд. Их участники – неравнодушные добровольцы из разных подразделений РФЦНЕВ, как мужчины, так и женщины. Соревнования пожарных расчетов проводятся с целью отработки действий персонала в условиях пожара, ну а также это популяризация спорта, здорового образа жизни. Традиционно первая часть соревнований – теоретическая. Все проходит как при сдаче госэкзаменов. Каждая команда получает свой уникальный билет с вопросами, никаких подсказок. Сотрудники пожарной службы следят, чтобы участники не пользовались телефонами или шпаргалками. На проверку знаний дают 20 минут. Первыми ответы сдала женская команда завода ВНЕВ. Девочки справились с теорией меньше, чем за 2 минуты. Билеты были достаточно простые для нас. Мы готовились, учили, учили всю ночь напролет. Мы вообще участвуем в подобных мероприятиях пятый год. Четыре года занимали первое место. Надеюсь, в этом году нам повезет. Как бы не сглазить. На удачу надеются ребята из научно-исследовательского института измерительных систем имени Седакова. Они впервые принимают участие в подобных соревнованиях. Мы входим в добровольную команду, в дружину. И вот нас всех, так сказать, команды из НИИСа тоже прислали сюда, чтобы мы участвовали и добились, может быть, каких-то результатов. К соревнованиям команда из НИИС подошла ответственно. Учили билеты и даже проводили пробные забеги. И, как признаются сами участники, для них это было только в радость. Они понимают, что полученные навыки могут пригодиться им в жизни. Это подстегивает всех, так сказать, участников заниматься спортом, заниматься каким-то благородным делом. Просто мне хочется, иногда даже в детстве я мечтал помогать кому-то. Просто так. Помогать, может быть, спасти кого-то в своей жизни. Хотелось бы. Практическая часть соревнований – эстафета, которая проходила в четыре этапа. На первом необходимо было подсоединить пожарный ствол к рукаву, пробежать с ним 50 метров и отсоединить в специальном коридоре. Следующий этап у нас – это тушение бочки. Кошмой. Опасный этап, сказал бы сразу. Свой участник на третьем этапе бежит с огнетушителем уже и тушит противень. Именно третий этап стал для всех команд самым тяжелым. Его участникам предстояло пробежать в профессиональном обмунтировании пожарного в боевке, каске, сапогах и ликвидировать возгорание с помощью огнетушителя. Ну тут и погодные условия влияют, потому что может быть и ветер тоже поднять, пожар, огонь. То есть огонь – это дело такое непредсказуемое. Если на других этапах человек может как-то повлиять на ситуацию, здесь уже делал случай, как повезет. Четвертый этап – транспортировка человека. Девушкам необходимо пронести манекен весом от 40 до 60 килограммов на носилках. Мужчины спасают условно пострадавшего, перекинув его через плечо. Несмотря на то, что в этом году в соревнованиях приняли участие 7 женских команд, задания для всех были одинаковые и максимально приближенные к ситуациям в реальной жизни. Единственная поблажка – это переноска пострадавшего. Остальное все женщины выполняют на уровне мужчин. Потому что в жизни женщины бывают сильнее, чем мужчины. Так получается, что мужчин надо спасать. В принципе, это те упражнения, которые прописаны жизнью. При любом несчастном случае, либо возгорании, эти сотрудники в НЕФ уже имеют какой-то хотя бы навык по выполнению этих упражнений. По результатам соревнований победителями среди женских команд стали сотрудницы завода в НЕФ. В теоретической части они не допустили ни одной ошибки. Эстафету преодолели за 1 минуту 39 секунд. И эта победа стала для них пятой – юбилейной. Среди мужчин впервые чемпионами стала также команда завода в НЕФ. Они не оставили соперникам шансов, пробежав эстафету за 1 минуту 18 секунд. Соревнования стали заключительным этапом в годовом плане учений по ГОИЧС в ядерном центре. В Сарове начались соревнования в рамках 27-го теннисного турнира на призыве от Сфнеев. Традиционные состязания включены в программу автономной некоммерческой организации «Атомспорт». В этом году на теннисных кортах нашего города встретится более 100 спортсменов из 22 городов России. В течение трех дней теннисисты будут бороться за поведу на 9 спортивных площадках. Теннисный турнир на призы ядерного центра – это одно из крупнейших спортивных мероприятий РФЦ в НЕФ с богатой историей. Первые соревнования прошли еще в начале 90-х годов. С тех пор количество участников заметно выросло. Расширилась и география спортсменов. Начиналось, наверное, с 12 городов России. Сегодня уже 20 городов России участвуют в турнире. Участники разных возрастов. С каждым годом повышается и значимость этих соревнований. Турнир на призы ядерного центра считается ветеранским. А главное – относится к первой категории рейтинга теннисных турниров. К тому же эти соревнования включены в программу автономной некоммерческой организации «Атомспорт» от госкорпорации «Росатом». Значимость турнира, конечно же, повышается. Участники новые приезжают. В этом году у нас участники есть даже из Сочи. Конечно же, спортсмены едут за очками. Это дает им результаты, где они дальше могут участвовать в рейтинговых турнирах. Это очень важно. И чем больше турниров такого уровня они посетят, тем рейтинг спортсмена выше. Церемония открытия турнира прошла ярко и красочно. Началась она с парада спортсменов. Затем перед гостями выступили творческие коллективы города. Первые лица города и руководители РФЯЦ «Внеф» поприветствовали всех участников соревнований и пожелали им высоких спортивных достижений и ярких побед. Подобное мероприятие проводится для формирования здорового образа жизни, по малинисации занятия физкультурой, спортом. Конечно, формирование дружеских и корпоративных укреплений отношений. Ну и, конечно, соревнования проводятся для того, чтобы выявить сильнейший, совершенствовать свое спортивное мастерство. Алексей Кленов увлекается теннисом более 20 лет, но относит себя к спортсменам-любителям. Освоил игру в теннис самостоятельно, без помощи тренера. И знает, за что ценит этот вид спорта. Теннис позволяет играть практически на протяжении всего возраста. То есть с 5 до 90 лет, если еще ноги ходят. Потому что он физически, конечно, энергозатратный, но в паре, допустим, играть можно вполне до солидного возраста. Алексей принимает участие в турнирах более 10 лет. За его плечами соревнования различного уровня, а в копилке уже немало ценных наград. К теннисному турниру на призерфе от Свнеф мужчина готовится очень ответственно. Хотя для него это в первую очередь встреча со старыми друзьями. Прежде всего это здоровье, общение с теннисистами. У меня уже есть очень много друзей. Я общаюсь с ними с удовольствием. И надеюсь на какой-то результат. Планирую не меньше третьего места занять. Среди участников соревнований можно встретить как любителей, так и профессионалов. Виктор Сиваков – почетный ветеран спорта нашего города. Он играет в теннис уже на протяжении 60 лет. Первые тренировки Виктору Сергеевичу проводил чемпион Горьковской области по этому виду спорта. В свое время мужчина даже встречался на корте и боролся за заветные очки с лучшим теннисистом среди дипломатов Организации Объединенных Наций. Теннис – замечательный вид спорта. Дает бодрость, дает оптимизм. Ну и бойцовские качества, конечно. Борешься за каждый мяч, и это поддерживает тебя. Забываешь про все проблемы, отключаешься полностью. Надо только смотреть на мяч. И говорят, в теннис играют не руками и ногами, а головой. Как в шахматы. Надо знать, куда послать мяч, как. Это самое главное. В этом году в соревнованиях принимает участие более 100 спортсменов из 22 городов страны. Санкт-Петербург, Ставрополь, Орел, Новомосковск, Нижний Новгород. Команда из Ангарска не пропустила ни одного турнира. И вновь привезла к Новгород своих лучших спортсменов. Николай Опенько не раз увозил с турнира медали. Хотя спортсмен-любитель приезжает в Саров не столько за победой, сколько для общения с друзьями и соратниками. Николай отмечает, что теннис – сложный вид спорта. И чтобы добиться успехов на корте, нужны две составляющие. Терпение нужно. Очень сложный технический вид спорта. Ну и желание огромное. В любом деле, которым хочешь чего-то добиться, нужны эти две вещи. После открытия турнира в течение нескольких дней, несмотря на капризы погоды, на всех кортах с утра до позднего вечера было жарко. Между спортсменами шла упорная, бескомпромиссная, захватывающая борьба. Имена победителей и призеров станут известны 22 июня. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями градообразующего предприятия на сайте www.nev.ru и в эфире канала «16» каждый четверг в 19.45. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!